Дидье Лучиани Профессор экзегеза Ветхого Завета Лувенского Католического Университета Доктор Богословия Область научных интересов Нормативно-правовые тексты Ветхого Завета Структура Пятикнижия Анализ повествования книги судей Вы преподаете экзегетику Вы занимаетесь Ветхим Заветом Лувенский университет известен своим отделением библиистики В особенности историко-критической экзегетики Не могли бы Вы рассказать об отношении факультета к этим направлениям? Сегодня отделение экзегетики является довольно основательным Его деятельность обеспечивают пять преподавателей А именно два преподавателя по Новому Завету Еще двое по Ветхому Завету И пятый человек – это квалифицированный ученый-исследователь Национального фонда научных исследований Который со своей стороны в большей степени занимается исследованием Ветхого Завета Тем самым речь идет о довольно сплоченной команде людей Между которыми установился хороший контакт Мы много работаем вместе Хотя на сегодняшний день у каждого из нас сложились свои отношения с историей и прошлым факультета Однако в целом наши исследования в области экзегетики В большей степени ориентированы на направление, которое называется нарративный анализ То есть это иной по своей форме подход к изучению отцов Можно сказать, что поворот в эту сторону произошел несколько лет назад В частности, здесь можно говорить о деятельности таких профессоров, как Камиль Фокан или Андре Уэнен Однако в более широком смысле этот поворот представляет собой смену парадигмы И самой сути экзегетического исследования Соответственно, дело не в том, что Лувенский университет резко увлекся нарративным анализом Речь идет о глобальных изменениях, произошедших в парадигме исследований в области экзегетики И с этой точки зрения, на сегодняшний момент Лувен в большей степени известен именно своей направленностью в сторону нарративного анализа Нежели своими историко-критическими исследованиями, которые по-прежнему имеют место, но не являются центральным направлением нашей деятельности Не могли бы Вы подробнее рассказать об этом методе? Нарративный анализ представляет собой одновременно древний и современный подход к изучению Библии Это древний подход, поскольку он основывается на методах, которые использовались еще в иудейской экзегетике В нем присутствуют черты, характерные для иудейской экзегетики, как, например, интерес не столько к истории написания текста Сколько к самому тексту в его окончательном виде Цель этого подхода – подчеркнуть литературную ценность текста Соответственно, этот подход предполагает возвращение к древним иудейским корням, к иудейской экзегетике Но одновременно в нем есть и некий элемент современности Поскольку такого рода литературные исследования, применительно к Библии, являются собой часть относительно недавно возникшего движения Зародившегося в англо-саксонском мире, а именно в Соединенных Штатах Речь идет о таких авторах, как, например, Роберт Альтер или Мехтенберг То есть о людях, которые изначально являются литературоведами Взять, к примеру, американского профессора Роберта Альтера, который преподавал литературу и, в частности, является специалистом по французской литературе Однажды он решил, что инструменты литературного анализа могут использоваться применительно к Библии Что о Библии есть, что сказать в этом контексте Соответственно, целью является рассматривать Библию в качестве литературного текста, имеющего определенную ценность Построенного по своим собственным правилам и, тем самым, открыть для себя красоту и силу этого текста Что есть текст? Как он построен? Какими средствами достигается тот или иной эффект, который он производит на читателя? Вот вопросы, которым нарративный анализ удивляет наибольшее внимание И, с этой точки зрения, нарративный анализ применительно к Библии является относительно новым этапом в развитии литературоведения В данном контексте вопросы исторического характера отходят на второй план или не рассматриваются вовсе То есть, становится неважно, какой именно традиции или эпохи восходит тот или иной текст В центре внимания экзагета литературоведа оказывается текст как таковой Его внутреннее грамматическое строение, тот эффект, который он оказывает или стремится оказать на читателя Я могу привести очень конкретный пример У нас есть один коллега Герт ван Оен, специалист по Новому Завету Он много занимался Евангелием от Марка Начинал свое обучение в Левенском университете Его учителем и вдохновителем был профессор Нерин, который как раз был ориентирован на историко-критические методы Так вот, Герт ван Оен выпустил книгу, сначала на фламандском, а недавно она была переведена на французский язык Под названием «Евангелие от Марка как роман» В этом, собственно, и заключается суть метода Это вовсе не означает, что это роман Это означает, что я возьму Евангелие от Марка И буду его читать, не думая о том, что в таком-то месте вырезан какой-то фрагмент А значит, текст склеен из отрывков, написанных в разное время А значит, по-видимому, в тексте смешались различные традиции и так далее Я буду читать Евангелие от Марка в том виде, в котором оно написано Пытаясь одновременно понять его внутреннюю структуру, его грамматику Понять то, как автор, который сам по себе является важной категорией Подводит своего читателя к определенным моментам И тогда я смогу открыть для себя и оценить подлинную силу этого текста Таким образом, я бы сказал, что метод нарративного анализа Позволяет нам в конечном счете лучше понять внутреннюю связанность силы текста В том виде, в котором он перед нами предстает Также я считаю, что для нынешнего читателя важно рассматривать эти тексты Не только как древние тексты, интересные с археологической точки зрения Исторический аспект, безусловно, интересен Но помимо него, эти тексты могут говорить современным читателям Понимаете, что я хочу сказать? И я думаю, что одно из существенных достижений метода нарративного анализа Заключается в том, чтобы показать Как при всей своей исторической значимости Эти тексты могут по сей день обращаться к читателю, говорить с ним Историко-критический подход довольно часто осуждается в церковной среде Этот подход называют слишком революционным Считается, что по некоторым параметрам он противоречит вере Что вы можете сказать по этому поводу? Возможно, нарративный метод может что-то предложить и верующему читателю Задавая такой вопрос, вы исходите из определенных позиций Очевидно, что для вас в данном контексте конфессиональная принадлежность По-прежнему играет довольно важную роль Но в экзегетике, по крайней мере, это касается наших исследований Преднадлежность к католической или протестантской конфессии При том, что мы прекрасно понимаем, кто есть кто Не играет существенной роли для критических исследований Библии Соответственно, вопрос, который вы задаете Имеет большее значение для православных Нежели для католиков и протестантов Во-первых, лично я бы не сказал, что сегодня историко-критический метод Представляет собой нечто враждебное вере или опасное Хотя изначально действительно имело место определенное неприятие этого подхода со стороны церкви Этот метод важен, поскольку позволяет нам увидеть, понять, как Слово Божие воплощается в истории Что оно не просто не сходит с небес в виде некой абстракции Нет, это Слово, которое становится частью жизни людей, воплощается в ней И в этом смысле оно является собой одновременно Слово Божие и Слово человеческое Поэтому я считаю, что историко-критическая экзогетика позволила в полной мере Осознать масштаб этого воплощения Оценить человеческое измерение Слова Божьего И с этой точки зрения я нахожу, что эти методы имели очень существенное значение Поэтому мне кажется неверным противопоставлять историко-критический подход к нарративному Рассуждая о том, что нужно отказаться от историко-критического подхода Потому что он разрушает веру и склоняться к нарративному анализу Поскольку он представляет собой непосредственное обращение к читателю Я считаю, что нужно избегать подобных антагонизмов Тем более, что нарративный подход тоже является критическим В том смысле, что есть некие концептуальные инструментарии, технические средства Которые необходимо применять Это не просто абстрактное или символическое чтение Нет Это метод со своими правилами И с этой точки зрения Этот метод является научным, критическим Который должен отвечать определенным требованиям А также за счет той роли, отведенной читателю О которой я уже говорил Нарративные методы действительно Они действительно могут казаться в большей степени ориентированными на современного читателя И тем самым несут в себе некое стремление к научению Как некое богословие, содержащееся внутри самого текста Поэтому возможно, что и в этом смысле можно говорить о том, что этот метод Есть ответ на потребности современности, на потребности верующих Но одновременно нужно признать Что нарративный метод Может применяться лишь к некоторым из библейских текстов Но не ко всем Это связано с тем, что этот метод Может применяться лишь к повествовательным текстам На что, собственно, и указывает само его название Нарративный А если, к примеру, мы возьмем пророков За исключением некоторых повествовательных частей Или книгу премудрости, или тем более притчи То мы увидим, что к этим текстам нарративный метод не может быть применен Также это может оказаться довольно сложным при изучении пятикнижия Соответственно, как видите, нарративный метод нельзя воспринимать как универсальный метод Как метод, который ответит на все вопросы Это метод, которому отведено свое место в истории экзогетики И этот метод действительно отвечает на некоторые вопросы И в некотором смысле продолжает то, что было намечено в древней экзогетике В частности, иудейской, а также, возможно, патристической Но вместе с этим у этого метода есть свои ограничения В богословских академиях, особенно в России В православном мире можно порой услышать такую точку зрения Что такие предметы, как Библия, должны преподаваться исключительно верующими людьми Желательно священниками Хотелось бы узнать ваше мнение о том, как соотносится наука и богословие В особенности библейское богословие На этот вопрос, наверное, можно ответить на нескольких уровнях Я считаю, что сегодня Библия является также и культурным объектом Поэтому необходимо допускать, что она может изучаться в университете В рамках общеобразовательной программы Если можно говорить о Библии как о литературном тексте Говорить о ценности этого текста, соответственно, должно быть возможным Сравнивать изучение Библии с изучением, например, Шекспира И измерение веры должно в некотором смысле здесь отойти на второй план Что вовсе не означает полное его исключение И я считаю, что это сегодняшняя реальность, и ее нужно принимать С другой стороны, когда речь идет об учреждениях, в которых Библия изучается не только как литературный текст Но и как Слово Божие То в этом случае, естественно, измерение веры является приоритетным Соответственно, если речь идет об учреждениях, где обучаются будущие семинаристы Или будущие священники, служители церкви, где Библия изучается как Слово Божие То, разумеется, вопрос веры здесь мне представляется первоочередным Но я также считаю, что не стоит бояться новых привнесений со стороны тех, кто Благодаря своему мирскому видению, используя далекие от религии методы Может пролить свет на те аспекты, которые мы можем не видеть или видеть не очень ясно Последний вопрос В России в православной среде библистика только-только начинает развиваться с научной стороны Как Вы считаете, существует ли перспектива сотрудничества между Вашим факультетом, Вашей командой И какой-нибудь российской группой ученых Какие шаги стоило бы сделать в этом направлении? Да, лично я с радостью отмечаю, что в последние несколько лет, благодаря определенным проектам православные исследователи Начинают обращаться к нашей исследовательской базе по экзегетике Могу сказать, что подобный опыт совместной работы является очень плодотворным Ведь методология исследования имеет определенную объективность Так как опирается на четко обозначенные критические методы Но при этом каждый исследователь привносит что-то свое Основываясь на собственном восприятии Понимаете? Поэтому я считаю очень важным то, что православные и восточные ученые Вносят свой вклад в эту область И я убежден, что для критической экзегетики в целом Этот вклад является исключительно плодотворным Продолжение следует...